Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжая с программой «Дневной разворот» в Кирове, меня зовут Светлана Удельная, напротив меня Владимир Светланович. Да, еще раз добрый день. «Дневной разворот» продолжается. Напомню, что в первом части гостем нашей студии был Алексей Котлячков, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия, зампредседателя правительства нашего региона. И давайте подведем итоги опроса, что мы не сделали, да? Да, я отправлюсь на сайт «Очи фрукты для своей семьи». Выращиваем частично самостоятельно, 60%. Точно так же делают и глава департамента сельского хозяйства и продовольствия. Сознал все он, что выращивают они. Огурцы и помидоры. Ну, глядишь, обострится экономическая ситуация. Алексей Алексеевич, может, возьмет бычка на откорм, там, не знаю, картошку начнется. Кто же знает. Я вот, честно говоря, подумывая о том, чтобы расширить в следующем году плантацию, я частично выращиваю. 60% слушателей у нас на сайте за этот ответ. 30% покупаем в магазине по мере необходимости. 10% выращиваем полностью самостоятельно. И никто не приобретает оттум после сбора урожая. На нашей странице ВКонтакте ситуация похожая. Самый популярный вариант ответа – частично выращиваем. На втором месте покупаем в магазине по мере необходимости. И 6% еще за то, что выращиваем полностью самостоятельно. От счастливые люди. Но за то, как нарабатываются, наверное. Ну что, переходим к нашей следующей теме. В гостях у нас Лариса Наговицына, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Кирову. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Здравствуйте. Добрый день. Тема, которую мы заявили сегодня. Предприниматели, занятых в сфере бытовых услуг, ждут налоговые изменения. Изменения эти были приняты на последнем заседании Городской думы 26 ноября. Вот сейчас как раз нахожусь на сайте Гордумы. И читаю, предпринимателям предложили перейти на упрощенную систему уплаты налогов. Вот так называется эта заметка. Далее текст. На основании результатов анализа депутата Кировской городской думы исключили из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношениях которых применяется единый налог на вмененный доход. Бытовые услуги. Перед тем, как мы перейдем... Я хочу узнать, что такое бытовые услуги. Координаты нужно озвучить. 708-502, наш номер с телефона. Слушатели, будут вопросы. Звоните 899-720-101, это номер для ваших смс-сообщений. Вначале обязательно пишите, как вас зовут. Бытовые услуги. Все-таки что это такое? И как-то разделяете вы их на виды, под виды? Ну, безусловно. Но прежде чем перейти непосредственно к обсуждению принятого решения, я бы хотела немножко рассказать историю этой системы налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Система налогообложения в виде единого налога, она у нас установлена налоговым кодексом и издействует с 1 января 2003 года. То есть более 10 лет. Главной особенностью этой системы является то, что в данном случае единый налог рассчитывается, исходя не из реально полученного дохода, а из вмененного. То есть из того дохода, который установлен на федеральном уровне. То есть не от фактически полученного. Поясните проще. Ну, то сегодня по тем видам, которые определены на федеральном уровне, у нас сегодня 14 видов деятельности. И как бы доходы, полученные в каждом видом, они уже определены. То есть мы повлиять на местах на это не можем. То есть если это бытовые услуги, то как бы 7500 зарплата трудящегося в этой сфере. Если это ремонт автотранспорта, то это 12 тысяч. А если вы торгуете, то есть занимаетесь розничной торговлей, либо у вас деятельность в сфере общепита, то там метры квадратные, и стоимость этого метра определена. То есть вот тут повлиять на местах мы не можем. Мы только рассчитываем по формуле. Поэтому что было разрешено и принято на нашем уровне, на уровне муниципального образования города Киров, у нас действует решение Кировской городской думы 9.4. Оно действует с 2007 года. Вот в это решение было принято изменение, касающееся отмены уплаты этой системы единого налога для налогоплательщиков, а это и организации, и предприниматели, в сфере бытовых услуг. Вот что, кто попадал, кто относится к сфере бытовых услуг? Это, значит, ну, во-первых, сама сфера бытовых услуг, это и группы, и подгруппы, это отдельные виды бытовых услуг. Значит, что это? Это, например, ремонт пошив обуви, ремонт пошив одежды, ремонт часов, услуги фотоателье, услуги прачечных, парикмахерские и косметические услуги, услуги бань, услуги фотоателье, ритуальные услуги, и другие услуги в сфере бытовых услуг. То есть перечень довольно широкий. Изготовление ключей, металлоизделий. То, что встречается, воздавали часто, тоже бытовые услуги. Да, тоже изготовление из металлоизделий, тоже это есть. То есть вот все эти виды бытовых услуг, то есть те виды, которые оказывались населению непосредственно нам с вами, они сейчас, ими можно заниматься, но не в рамках ИНВД. Почему было это сделано? Почему именно пал выбор на бытовые услуги? Если управлением финансов города Кирова были проанализированы доходы, значит, в виде налогов, которые мы получаем от этой сферы деятельности, значит, вот если всего говорить, значит, в сфере бытовых услуг занято на сегодняшний день 1600 юридических лиц и предпринимателей. Всего. ИП. Из них, нет, всех, и тех и других. Предпринимателей 1387 в сфере бытовых услуг. Из них 1106 предпринимателей сдают налоговую декларацию с уплатой налога ноль. Что это значит? Сегодня законодательством позволяется, если предприниматель применяет систему в виде ИНВД, уменьшить сумму исчисленного налога полностью на уплаченные страховые взносы. То есть сумма налога такова, что она полностью уменьшается, поэтому вполне законно получается ноль. То есть в этой сфере, оказалось в сфере бытовых услуг, более всего предприниматели одиночек. То есть работают один сам на себя и вправе уменьшить налог. То есть, по сути, поступлений-то от таких плательщиков в бюджет города не было. Так, поясните, пожалуйста, в чем выгода или невыгода ИНВД? Ну, невыгода, будем говорить, чем проще. Значит, они платят не от реального дохода. То есть, вот мы в тот раз, когда говорили... Но чем больше доход, тем больше налог получается. Нет, как раз нет. Если бы от дохода было. Да, если бы от дохода, чем больше дохода, тем больше налог. А здесь фиксировано. То есть, если работает предприниматель один, парикмахер, то, например, по парикмахерским услугам я работаю одна. Значит, моя базовая доходность, как бы зарплата 7500. Она установлена. Значит, чтобы рассчитать нам налог, применяются коэффициенты. К1 — это индекс-дефилятор, то есть это инфляция в стране. То есть этот коэффициент установлен, но он не меняется. В этом году, в текущем, он был 1,672. Умножается на К2. Вот К2, он принимается решением Кировской городской области. По каждому виду он установлен свой. У парикмахеров он 0,4. Расчет налога у нас квартальный. Умножаем на 3 месяца и умножаем на ставочку 15. И получается, у парикмахера, если он работает один на себя, у него сумма налога за квартал 2257 рублей. Всего так? Да. При этом... А если он один? Вот это один. Это я про одного пустила. Если два, умножается на два. Если три, соответственно, больше. Теперь, эта сумма налога, если предприниматель один, она может быть уменьшена, но уплачена страховая. Страховые взносы в этом году у предпринимателя 20 в год. Значит, разделим на 4 квартала, 5 квартал. Поэтому налога 2200, минус 5 в пенсионку, налога 0. Вполне законно. Сегодня законы это позволяют. Организации в этой сфере бытовых услуг 221. То есть юридические лица, это как раз наше, может быть, отелье. Это какие-то салоны парикмахерские, салоны, красоты, если они на вмененке. Это, пожалуйста, прачечные. Это, может быть, химчистка. Ну, в общем, не такой большой круг. 221 организация. Вот они на сегодня за год платят нам в бюджет города Кирова 4,5 миллиона. Они вправе уменьшить налог только наполовину, потому что у них есть наемные работники. И поэтому, вот, просчитав все это, управление финансовым городом... 4 миллиона при общем бюджете городском, ну, почти 9 миллиардов, да? Вот. Поступление, конечно. Слушайте, а вот нельзя не заметить, что у нас в городе был довольно бурный рост последние годы вот этих предприятий бытовых услуг, предприятий, парикмахерские и так далее. Это, в том числе, наверное, было связано и с тем, что вот такая не очень существенная налоговая нагрузка. Можно, конечно, организации-то, как сказать, салонов-то их много, но внутри-то могут быть все предпринимателями. То есть это не юридическое лицо, а каждый за себя просто арендует. Ну, как правило, так и делается. Арендует часть помещения, и вот при таком раскладе налогов, как бы вот их много, этих сфер бытовых услуг, но налогов, как правило, город получает очень немного. То есть для бюджета это хорошо? Да мало. Вот те изменения, которые... А, те изменения, так они были именно просчитаны. Вы же знаете, что бюджет области был принят с дефицитом 3 миллиарда, да? Ну, соответственно, и в городском бюджете тоже. В городском бюджете полмиллиарда. А для предпринимателей хорошо? Ну, для предпринимателей, конечно, получается увеличиваться нагрузка. Но мы будем теперь что? Будем им предлагать, то есть если не стало в Минюнке, что? Они стоят перед выбором системы налогообложения, куда же им перейти? То есть первое, они, конечно, должны понимать, что хотят они или нет, они потеряли право. Это принято решение городской думы. Теперь они должны... А автоматически это происходит? Да, да. Это вот есть такое право, и муниципалитет им воспользовался и принял это решение. Я, насколько знаю, в районах области все последовали городу Кирову, и во многих тоже приняты и бытовые услуги, и даже некоторые другие убранные услуги из вмененного налога. Если у нас получается тысяча с небольшим, ну, полторы тысячи, да, то есть это еще несколько тысяч, если брать весь регион. Если по региону, да. Но это все принято на местах. Где-то не тронули, возможно, виды деятельности, оставили их, какие принимают. Ну, увеличили коэффициенты К2, чтобы немножко все-таки налог подрос, и денежек поступало больше в бюджет. Вот теперь, если говорить о том, что мы должны им предложить, значит, если это предприниматель, у него, конечно, есть выбор. Вот мы в ту с вами встречу говорили об упрощенной системе налога, даже сейчас говорим о системе в виде единого налога. У нас вообще режимов специальных пять. Поэтому сегодня при потере права на вмененку предприниматель может выбрать патентную систему налогообложения. Что это такое? Во-первых, она уже ряд лет идет параллельно вмененке. Вот, поэтому у него уже было время для раздумья. То есть кто-то уже определился и в пользу патентной системы. Чем как бы она хороша? Во-первых, тоже так же, как и вмененка, они платят не от фактического дохода, а здесь от потенциально возможного. То есть сегодня есть закон Кировской области, который определил 53 вида предпринимательской деятельности, по которым наш индивидуальный предприниматель вправе применять патентную систему. Патентная система совместима со всеми режимами. То есть тут проблем нет. Нет отчетности в налоговую инспекцию. То есть отчетности, декларации нет. Важно что? Важно выполнять определенные условия. Первое. Это подать заявление на патентную систему. Оно подается в установленные сроки по установленной форме. С 2015 года немножко ужесточили этот момент и сказали, если заявление будет оформлено с ошибкой, мы не переведем такого предпринимателя на патентную систему. Ошибка имеется в виду? При заполнении заявления. Русский язык или что? Нет, ну конечно не русский язык. Имеется в виду, что они какие-то показатели занизили, не уточнили нам. То есть, например, если ты будешь заниматься грузоперевозками, ты должен указать количество автомобилей и все данные этого автомобиля из техпаспорта. Я смотрю, 2013 год, вот у меня такие данные, те, кто как раз применяли патентную систему налогообложения, более 10 миллионов рублей им поступление в бюджет. Так? Ну, патент было где-то у нас за 2014 год, я владею, значит, где-то около 700. 701 предприниматель применял патентную систему. Значит, с 2015 года немножечко подрастет стоимость патента. Почему? Потому что размер потенциально возможного дохода корректируется на индекс дефлятор. Вот поэтому подрастает. Значит, ну, в среднем, если это предприниматель в сфере бытовых услуг, стоимость патента на год 6882 рубля. Если он один. Если у него, соответственно, больше единиц, например, людей, не один работает, машин несколько метров, которые он сдает в аренду под организацию торговли, больше, чем определенное количество. А давайте также как-нибудь на примере рассмотрим. Значит, по патенту, значит, ну, давайте, значит, закон Кировской области. Патент, вы сказали, 6 тысяч в год. Да, стоимость патента на год, а не в квартал, не в квартал, как в НВД, да? Значит, вот патент можно получить на любое количество месяцев от 1 до 12 внутри календарного года. То есть я могу взять на месяц попробовать, значит, могу взять на 3 месяца, но только потом надо определяться, что дальше. Если он понравился, значит, надо на продление. Если патент берется на год, вот эти 6,882, они уплачиваются в два срока. Одна треть 25-го числа с начала действия патента, то есть взяли с 1 января, значит, 25 января одну треть. Две трети за 30 календарных дней до окончания, то есть до 30 ноября. Вот и все. То есть ты оплатил патент, ты стоишь на учете, ты спокойно работаешь. Ведется книга учета доходов, но она ведется для учета доходов за год. За год доходы на патенты не должны превышать 60 миллионов рублей. То есть вот он, получается, фактически может заработать 10 миллионов, максимальный у него 60, а патент он покупает за 6,800. Все, что свыше 60, должна быть другая система, да? Он просто теряет право на патент, если он превысил. Еще есть условия. При патентной системе предприниматель не может иметь более 15 наемных работников. То есть вот по всем режимам патент совместим со всеми, то есть на него работать в том числе и патент. Ну, если, предположим, 15 человек, да, сколько патент будет? До 15, если человек. Да, так. Ну, это надо просчитывать, если есть с собой. Ну, это, по сути, в 10 раз больше, чем вот. То есть если я, например, эти же бытовые услуги, например, у меня ателье по ремонту, да, одежды, значит, если предприниматель один партнер, а 6,882, если у него 10 человек и более, 68 тысяч. Ну, в 10 раз, да, получается. Так, по патенту все. Да. То есть это один, значит, еще преимущество какие? Патентная система, так же, как и спецрежимы, она освобождает предпринимателя от уплаты основных налогов. Он не платит налог на доходы физического лица, 13%, он не платит НДС, налог на добавленную стоимость, 18%, и он не платит налог на имущество по имуществу, которое используется в этой предпринимательской деятельности. Вы знаете, сказали, плавающее время на патент от 1 месяца до 12, значит, ну, в общем-то, вот и нет отчетности в налоговый орган. Он также, как и при вмененке, может не применять контрольно-кассовую технику, а работать на бланках строгой отчетности. То есть преимущество... Ну, есть, конечно, недостатки. Вот. О недостатках. Да. Значит, во-первых, стоимость патента нельзя уменьшить на расходы, ни на какие. Мы не принимаем никакие расходы налогоплательщика. И нельзя уменьшить патент на уплаченные страховые взносы, что он делал, применяя вмененку. То есть там расчет налога минус пенсионные взносы, помните, рассказывал. А здесь нельзя. То есть будет, если вот предприниматель один на патенте, у него стоимость патента и плюс страховые взносы в пенсионный фонд. Все. Вот такое. Другие системы? Следующее. Если все-таки по каким-то причинам наш предприниматель не желает, либо нет возможности применять. 16 человек у него работает. Да, например, не может. Тогда, пожалуйста, выбор в пользу упрощенной системы налогообложения. Здесь нужно только правильно определиться с объектом налогообложения. Либо от доходов 6% от всех доходов. И также они уменьшаются на страховые взносы. Если предприниматель один, то без ограничения. Если с наемными работниками, то только наполовину. Либо объект налогообложения, доходы уменьшены на величину расходов, ставка 15%. Тут еще надо помнить, что один раз в год он должен рассчитать минимальный налог. То есть если доходы и расходы одинаковы, налога нет, то один раз в год минимальный налог от всех доходов. Но зато мы берем расходы. Это за себя уплаченные страховые взносы, зарплата и все страховые взносы за наемных работников. Это может быть аренда помещения, это может быть стоимость материалов, товаров, работ, услуг. Все вот эти расходы, но документально подтвержденные расходы. То есть на каждый вид расходов должен быть документ. Документы есть, мы приняли, нет, извините. А к сожалению, наши налогоплательщики, которые работали на вмененке, мы у них ни доходы, ни расходы не контролировали. Они платили от другого, они платили от вмененного дохода. А когда перейдут на упрощенку, нужно просчитывать реальные доходы. И помните, в прошлую встречу мы говорили, посчитали все за квартал, надо рассчитать авансовый платеж и уплатить его. И вот в прошлую встречу мы говорили как раз о тех, кто забывал это делать в течение года. Вот тут как бы есть такое, что... Упрощенка по квартально платится. Да, да, уплатится по квартально, а отчетность также один раз в год. Если судить по расходам, собственно, предприниматели, насколько здесь они вырастут, если переход на упрощенную систему все-таки будет? Тут надо знать доходы и расходы. Вот если я просчитывала, например, по парикмахеру, то, что вот он на вмененке мы посчитали. Если он перешел на патент, то стоимость патента у него будет, вот мы сказали, 6882 и плюс, значит, у него будут 22 тысячи пенсионка. Пенсионка в следующем году опять подросла, потому что изменился мрот. У нас пенсионка рассчитывается от минимального размера оплаты труда. Если же такой предприниматель переходит на упрощенку, например, 6 процентов, тут мы должны знать, какие доходы. Вот если в среднем я посчитала, что доходы предпринимателя в месяц 30 тысяч, значит, умножаем на 12, за год у него доходы 360. 360 тысяч для пенсионки это уже свыше 360 тысяч, поэтому придется доплатить. То есть не только 22 тысячи, а плюс 1 процент суммы, превышающей 300. Значит, пенсионка у него будет 22805. Теперь наш налог. 360 тысяч умножаем на 6 процентов, налога 21600. Значит, 21600 минус 22800 налога снова нет. Поэтому, конечно, кто-то может сделать свой выбор в пользу упрощенки 6 процентов, но, повторяю, нужно ежеквартально вести учет доходов. И рассчитывать своевременно сумму авансового платежа. И смотрим, когда же они рассчитались с пенсионкой, чтобы они вправе были уменьшить наш налог на уплаченные страховые взносы. Если мы будем говорить об упрощенке 15 процентов по этому же предпринимателю в сфере, например, парикмахерских услуг, если даже взять эти же доходы, то есть доходы 360 год, что мы возьмем в расходы? Возьмем в расходы арендную плату. Ну, даже если посчитаем, что 5 тысяч они в месяц платят арендную плату за свое место, то это будет 60 тысяч в год. Если мы посчитаем стоимость материалов, которыми работает предприниматель, пусть даже тоже я взяла в среднем 5 тысяч в месяц, значит, снова 60 в год. Значит, вот 120 тысяч расходы, и плюс он платит за себя в пенсионку 22,805. Вот это расходы. Значит, доходы 360, расходы у нас получились 120 и 22,142,805. Вот эту сумочку умножаем на 15 процентов, получаем налог за год 32 579. То есть вот тут налог появляется, но тут мы предлагаем, значит, все-таки те оплательщики, которые на доходах минус расходах, у нас сегодня действует закон Кировской области о дифференцированных ставках. То есть при соблюдении определенных условий наш налогоплательщик вправе применить пониженную ставку вместо 15, если предприниматель один, 12. То есть сумочка налога опять может быть уменьшена. Но там есть определенные условия. А если, конечно, есть наемные работники, возможно, и доходы уже будут иные, но и расходы, соответственно, увеличиваются. Но тогда уже и ставка налога может быть вместо 15,9 процентов. То есть есть возможности снизить ставку даже при выборе объекта налогообложения дохода уменьшена на увеличенную расходу. Так, два варианта из пяти мы рассмотрели. Вот, выбор заплатили. Ну и мы только не поговорили о самом, может быть, которого боятся варианты. Это общая система налогообложения. Но вот, тем не менее, я говорила с организациями, которые как раз утратили право на применение патента, ой, патента, простите, вмененки по бытовым услугам. Они рассматривают возможность перехода на общую систему налогообложения. Значит, если это будет предприниматель, он будет платить два налога. Будет НДФЛ, доходы минус расходы, ставка 13. И налог на добавленную стоимость, ставка 18. И если есть имущество, налог на имущество. Если это организация, то у него будет налог на прибыль организации, ставка 20%. И НДФ, ставка 18. Но тут есть рекомендации, все знают, что при определенных объемах доходов, значит, можно освободиться от уплаты НДФ. То есть не будет этого налога. А прибыль, она, ну ведь если емкое производство, материалы емко, может уйти тоже в ноль. Поэтому не надо бояться, надо просто сесть и просчитать. Время еще есть. Но я вот тут о времени хочу напомнить. Вот тут, наверное, надо все-таки заострить на этом внимание. Если человек, занимающийся вот этими услугами, не побеспокоится, не придет в налогу. Если время подумать. С 1 января он автоматически перейдет на общую систему налогообложения? Автоматически. То есть он прекратит на общую систему. Если он не успел заявиться на другую. То есть если все-таки он сделал выбор в пользу упрощенной системы, он должен подать уведомление на применение упрощенной системы налогообложения с выбором объекта до 31 декабря. Мы приняли это заявление, все. От нас ничего ждать не нужно. Все, с 1 января ты работаешь на упрощенной системе. А по себе есть ли на патент? Да, установленная форма в письменном виде. Могут электронкой послать, как по почте послать, конечно. До 31 декабря. У нас сегодня 16 декабря. Да. То есть это вот по упрощенке. Теперь, если все-таки выбор в пользу патентной системы, за 10 дней до применения. То есть если хотите с 1 января, значит до 20 декабря подать заявление. Если все-таки с патентом он вот еще не определился, можно с любого числа, любого месяца. Но только вот тот период, пока он не сдал, он тоже автоматом на общем режиме. То есть он может перейти не с января, с февраля. Но тогда за январь будешь отчитываться по общей системе нового обложения. Люди к вам уже идут, предприниматели идут, заявления пишут? Значит, да, я хочу сказать, что на вчерашний день, вот мы готовили информацию, значит, уже подано заявление на патентную систему 289. То есть если мы прикинули, 2 миллиона уже поступит в бюджет. То есть даже при потерях, которые посчитали, кто ушел с ЕНВД, то есть предприниматели, мы считаем, перекроют и до конца года. На сегодня, в 2014 году принимали патент 700 предпринимателей. Ну, в том числе и бытовые услуги. А вот сейчас перешли, ну и благодаря информации, которая как бы идет. То есть это плюсом получается. Ну, конечно, да. Так что подают. Упрощенная система. Упрощенная система. Это не прочитывая, у них до 31 декабря срок есть. Да, конечно, срок еще есть. Как восприняли вообще эти новшества в предпринимательском сообществе? Вы же все равно слышите эти отзывы, чувствуете их настроение. Мы встречались в ремесленной палате, то есть были приглашены как раз те плательщики, в основном предприниматели, которые оказывают бытовые услуги. Ну, просто было для всех, может быть, неожиданно. Поэтому такого явного не было. Но было всем предложено сесть и просчитать. Даже то, что я вам сказала, если ты по себе просчитал, просто надо правильно выбрать режим. Ничего тут такого страшного нет. Конечно, мы предлагаем, и в пользу бюджета будет, когда будет патент. То есть какую-то стоимость ты оплатил, и все. И весь год ты работаешь на этом патенте. Теперь, значит, если говорить о других каких-то встречах, значит, ну, мы, конечно, и семинары проводим. Ну, какую помощь, да, сейчас вы в ближайшие дни готовы оказать? Значит, ну, во-первых, мы ежемесячно проводим массу семинаров. Значит, ближайшие по этой тематике с 17-го завтра и 24-го в администрации Октябрьского района по адресу профсоюзной 69 с 15-30. Мы ждем предпринимателей и тех, кто работает на спецрежимах, и тех, кто не знает, что это такое, то есть ознакомимся с этой системой налогообложения. Нас сейчас слушают, но запутался во всех этих цифрах, да, 17-го, то есть уже завтра и 24-го числа. Еще раз адрес давайте. Значит, 17-го и 24-го администрация Октябрьского района города Кирова, профсоюзная 69, третий этаж, актовый зал. 15-30. Вообще активно на эти встречи приходят налогоплательщики? Когда изменения много. Я сейчас к вам иду с семинара, было 30 налогоплательщиков. Встреча в ремесленной палате было 70 человек, а консультант собирал и по изменениям, и по спецрежимам 150 человек. Так что слушатели есть, и дай бог, чтобы все правильно определились. Лариса Васильевна, вот перед началом нашей беседы упомянули о вашем вчерашнем визите к депутатам Городумы. Городская дума, да. Да, городская дума. Что они сейчас на попятную? Для некоторых предпринимателей, чьи интересы представляют наши депутаты, было, может быть, неожиданностью, либо для организаций, что вот так. Был вопрос, почему именно в этой сфере? Я вам уже немножко рассказала, почему выбор пал, потому что там больше всего предпринимателей-одиночек. Поэтому выбор пал, то есть почему не нагрузы перевозки отменили, почему не торговлю отменили по вмененке. То есть был экономический такой расчет, и даже при потере налогов от этой категории плательщиков мы получим от другой, которая перейдет на патент. Поэтому было все разъяснено, мы нашли понимание, они поняли, я думаю, что он своим, по запросу, который был его адрес сделан, он все разъяснит. То есть встречались мы вчера в администрации, были представители управления финансов, вот и налоговая служба, и вот депутаты Городской думы. Ну что, у нас завершается беседа с Ларисой Инговицыной, заместителем начальника отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Кирова. Спасибо за эти разъяснения. Хочется закончить нашу беседу с акраментальной фразой, заплатите налоги и спите спокойно. Далее у нас викторина «История создания», но уже после перерыва. Спасибо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Уделина, Владимир Сметанин и у нас в студии уже Роман Василков. Здрасте. Спонсор викторины «Завод Вятич». История создания. Ну что, сегодня мы глубоко заберемся в исторический процесс. Не очень глубоко, к сожалению. Я не смог лично присутствовать в студии, когда мы копали глубже на прошлой неделе. И когда я сегодня думал, о чем спросить слушателей, я все-таки решил не откладывать загадку, которая у меня уже давно. Относительно давно в «Запасниках». Я решил сейчас ее задать. Это вопрос. Телефон наш 708-502. Сейчас традиционно поблагодарю наших спонсоров. Это все работники и сотрудники завода «Вятич». Мне кажется, они уже к этому привыкли, что они исполняют роль таких меценатов, попечителей наших краеведческих промыслов и происков. Хочу сказать, что завод приготовил два сюрприза, которые уже можно обнаружить на полках магазинов и фирменных заведениях завода. В частности, вот к Николину дню традиционно раз в год выходит ограниченная партия такого бодрого зимнего напитка. Повторяю, что действительно партия ограничена, всего один раз варится в году, поэтому, если вы хотите попробовать, я знаю, что есть ценители, вот уже сейчас можно найти. Кроме того, не знаю, кто из вас бывал в Баварии, Светлана, нет? А непосредственно основатель завода привез именно из Баварии свое начинание и производил на заводе. Много лет назад, собственно, и Николай II как раз оценил этот вариант напитка, после чего завод стал поставщиком императорского двора. Вот сегодня мы вместе с вами можем попробовать то, что ценил в свое время Николай II. Это тоже уже находится на прилавках, я знаю. Последний российский император. Да, и там вы можете обнаружить по уникальной этикетке, она выгодно отличается от всех остальных. Там барышня, такая баварская, симпатичная, она улыбается и подмигивает с этикетки. Да, большое спасибо заводу ВЯЧ. Так, ну и, собственно, на этом подарке сюрпризы от завода, конечно, не заканчиваются, потому что победитель сегодняшней викторины получит традиционно сертификат на одну тысячу рублей, которые вы можете обналичить в одном из заведений, например, райком или пивной дворик. Теперь к вопросу. Да. Так, ну вот. Вы все знаете прекрасно такое строение шайба на перекрестке Ленина и Герцена. Шайба, где в свое время была парикмахерская. Такое каменное здание. Очень долго там была именно парикмахерская, сейчас там банк. Банк. Банк, верно. Вот. И на месте этой шайбы было другое строение. Такое же шайбообразное, скажем так. Оно было и при Николае II, и уже и при советской власти. Это деревянное здание. Его построили, согласно, вот я не нашел достоверных фактов, что именно они, но очень многие источников и современников, и тех, кто вспоминал, говорят о том, что вот, дескать, построили вот эти ребята, которые относятся, скажем так, к азиатской стороне. То есть с Востока, с Азии. Так вот, значит, и рядом с этой шайбой был, я как-то об этом рассказывал, изначально он был с проекта с властей, значит, организованный рынок. Там хотели организовывать молочный рынок и так далее. Но прижился рыбный. Вот овраги Засора, да, вот на берегах этого оврага, хочу сказать, что овраги раньше были ухоженные, там были такие тротуарчики деревянные, там были скамеечки. И вот там был рыбный рынок. Так вот, значит, вот эти ребята, которые, согласно легенде, построили вот эту первую деревянную шайбу, она была как раз построена в традициях этого народа, эти представители этого народа торговали на этом рыбном рынке. Пользовался их товар очень большим спросом. Телефон 708-502. А какой рыбой торговали? Нашей местной, речной? Нет, да, рыбный рынок. Это была рыба, свозилась она из деревень и так далее. В основном, конечно, это была рыба, та, которая поймана там в Вятке и в других речках. В водоемах нашего региона. Да, Хлыновка, кстати, была в свое время очень много рыбы. Люльчинка была полна рыбы, не то что сейчас, она и цвет-то уже не речной имеет, а, скажем так, некий загадочно-химический. Так вот, она в свое время тоже была полна рыбы. И вот всю эту рыбу привозили именно на Ленина-Герцена. Так вот, значит, представители этого народа торговали там удивительным товаром, который пользовался спросом. У нас есть уже, как-то удивительно... Так, мы чего, мы народ загадали-то, да, получается? Смотрите, я люблю эти двойные вопросы. Во-первых, какой народ, а во-вторых, чем? Мне интересно. У нас есть звонок, давайте послушаем, может быть, сейчас нам дадут правильный ответ сразу же. Здравствуйте, добрый день. Да, добрый день, я Алексей зовут. Алексей, очень приятно. Ну что, какой у вас вариант ответа? У меня вариант китайцы. Алексей, вот поподробнее, пожалуйста, почему китайцы и что вы вообще про это знаете? Абсолютно ничего не знаю. Чисто загадка. Я бы сейчас начал, да, Китай, вторая экономика мира. Китайцев много было всегда, и в том числе на Руси. Ну, если судить по шайбе, по форме, по форме задания. Да, кстати, вот тут я подсказку какую-то не вовремя дал. Ну, почему не вовремя? Алексей, знаете что? Я, пожалуй, приму ваш ответ, потому что, ну так вот, с бухты барахта сразу сказать китайцы. Я смотрю на Владимира Светлана, но я не уверен, что они бы так же могли сказать сразу же. Алексей, я вас поздравляю с победой. Победа ваша. Абсолютно верно. Абсолютно китайцы, да. Эта шайба деревянная, она была сделана в традиционной, ну, относительно традиционной китайской культуре, архитектуре. И, да, так и называли пойти к китайцам. Продавали там все, что угодно. А чем торговали? А теперь вот вопрос. Все-таки Алексей, вы еще с нами? Да. Ага, смотрите, я все-таки дам вам три варианта ответа. В любом случае вы победили, просто, ну, уже разминка для ума. Как вы думаете, чем торговали китайцы, что пользовалось огромным спросом, по словам современников? Они торговали поплавками на рыбном рынке, они торговали рыбными крючками или сетями? Я думаю, сетями. Все-таки это распространенные было, чем крючки. Раньше этим не занимались рыбные воли. Вот, Алексей, вот хорошо, что я вам дал победу раньше, чем дал эти три заковырица. Крючками, да? Да, Света, крючками. Алексей, в любом случае вы не расстраивайтесь, да, сертификат ваш, вы можете его уже прямо сейчас обналичить в райкоме или пивном дворике. Значит, действительно, китайцы на рыбном рынке продавали эти рыболовные крючки. Факт остается фактом, это были железные крючки, и качество их изготовления, крепости и так далее, и так далее, пользовались у людей, у рыбаков, а тогда каждый первый практически был рыбак, как, собственно, и сейчас, и брали именно у китайцев. Они стоили дешево и так далее, но вопрос был... А не китайского производства, собственно? Понимаете, дело в том, что, видимо, китайцы их делали сами. Вот подробности я уже не знаю. Вот мне интересно, где. Скорее всего, здесь же где-то они тихонечко их ковали. Это ручная работа. Кузницы в то время были сплошь и рядом, в том числе и вятских кустарей. И эти крючки вот разбирали. По поводу сетей, да, это... Я надеялся, что кто-то споткнется именно о сети, потому что, ну, тогда это не считалось каким-то браконьерством. Было распространено. Да и рыбы-то, слава богу, было вдоволь на всех. Вот почему на поплавки вы не подумали, не знаю. Ведь поплавок — это очень важно. Я, правда, не очень рыбак, но... Поплавок — это не такая обязательная вещь, как крючок. Да? На поплавок не поймаешь. Мне говорил один рыбак, когда я спросил, какой же мне спиннинг купить для того, чтобы что-то поймать. Он сказал, купи себе сначала нормальные руки, а потом уже и спиннинг. Вот с руками у меня проблемы, поэтому я не рыбак. Алексей, всё, трубку не кладите, редактор расскажет, как забрать ваш приз. Большое спасибо за его участие. Поздравляем. Спасибо. А вот эта китайская шайба... Я не знаю, кстати, вот мне интересно, неужели, видимо... Видимо, то есть архитектор, который уже выстроил вот эту каменную шайбу, руководствовался и ориентировался на эту деревянную. Есть фотография, достаточно красивое здание. Вообще вот это место у оврага, это же вообще Никольский мост, так называемый, через овраг был проложен. И вот здесь и стояла китайская шайба, и здесь сейчас остановка Герцена, так называемая. Здесь был торг... Стодовка Трифонов монастырь всё-таки начал называться. А, так называть, я не знал. Так вот, там торг был очень буйный аж до 60-х и даже 70-х годов, 20-го века, естественно. Всё-таки вот мы неоднократно это обсуждаем. Места рынков, ещё основанных там до революции, они как-то, знаете, вот, видимо, кармически привлекают людей со своим нехитрым товаром. И до сих пор. Вот мой любимый Пупурёвский, так называемый рынок Карла Маркса, труда там и сейчас торгует, и рынок Октябрьского проспекта, и так далее, так называемый. Вот, да, вот я не знаю, почему рыболовные крючки всё-таки лучше изготавливали китайцы. Я бы никогда не подумал, что китайцы настолько искусные рыбаки, они всегда славились, я не знаю, чем славились китайцы? Ну, для нас Китай... Культурой. Культурой, это понятно, но для нас Китай в торговле это некий массовый ширпотреб. Такой в негативном, да? Да-да-да. А вы знаете, что, это, наверное, надо всё-таки спрашивать у специалистов, но вот эта история, что, дескать, люди с Востока, с Азии нас тут в советское время активно начали посещать. Ведь вспомните историю Америки. В железной дороге в Америке, в Соединённых Штатах строили также массово китайцы. И вот, видимо, и нашу культуру, и историю они тоже, скажем так, пополнили своим вкладом. Правда, об этом особенно нигде не рассказывается. Тем не менее, помните, что вот на рыболовный промысел вятки и, возможно, даже традиции повлияли в том числе китайцы. Ну, кстати, вполне возможно, что у нас в области состоится очередное пришествие людей из Поднебесной. Ожидается. Да, вот весной, простите, осенью стало известно, что жильё они, возможно, будут у нас строить. Ну, вот это круговорот китайцев в истории вятки, видимо, это так происходит. Что, да, тут все обсуждают свежие торги, да, и стоимость евро и доллара. Таких цифр мы не видали давно. Но, возможно, такой мировой порядок как-то повлияет, опять же, на появление каких-то новых наций, стран, людей на территории нашей области. Дай бог, чтобы только на пользу. Ну что, это Роман Веселков. Викторина «История создания». Меня зовут Светлана Удельная, Владимир Сметанин. Работали для вас. Дневной разворот в Кире. Всего вам самого доброго. До свидания. Да, еще хочу проанонсировать программу «Особое мнение», которая начнется в нашем эфире через 20 минут. Сегодня гостем особого станет исполнительный директор финансовой компании АЖО Константин Кропанев. На этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин